Зашли, одели бахилы. Стретиков здесь чистенько, пол чистенький. Сейчас уже в кабинет папа твой зашел. Будем ожидать. Не люблю бахилы. Я тоже не люблю. Неплесно, мне нравится. Стретиков здесь чистенько, все бавенько, оборудование здесь хорошее. Все очень чисто. Кошка, все. Ждем. Вот, да, будем ждать. Вам, ребята, показать, кто спрашивает, направление кое-куда, пройти немножко дальше. И внутри больницы есть убежище. Я не знаю. Ну, я не хочу людей зафиксировать. Укрытие это убежище, поэтому кто спрашивает, да. Я засняла вам, кто интересовался, есть. В всякий случай, где спрятаться. Вот, отправили уже, гоняла папу к хирургу, уже будем ждать. Вот, лепечка есть, и будет. Классная больница, очень. Вот, краска. И чистенько. Приветливая люди. Да. Хорошо, хорошо. Будем ожидать. Я думаю, что сейчас быстро они... Будем. Вот, отключимся, да, когда уже выйдем, наверное, скорее всего. Хотела сказать, это знаменитое место. Здесь всегда эта точка есть и работает. Чебуреки продают. Мы здесь с Аней часто, да? Сейчас. Сами они. Резу Ривен? Да. Здесь сюда. Всем привет. Всем привет. Новый день. Ночь была неспокойная. Было страшно. Сидели в этом туалете. А потом уже не дождались всё-таки отбоя. Уже вырубала спать. Уже такое, знаете, мысли. Что будет, то будет. И легли спать. Вот. Сейчас идём с Настей наконец-то проверять ей нос. У неё запись. Клору. На эндоскопию обширную. Я говорила вам в прошлом видео. Качечка. Качечка – это уточка. Ага, перевод. В общем, очень надеюсь, что Насте уже хоть что-то скажут. Хоть какой-то диагноз. А у меня устала. Да. Хоть какой-то диагноз. Выпишут, напишут. Потому что... Ну, реально, я не знаю. Эта проблема уже длится, ну, месяца 4. Да, прошёл месяц. Но 4 месяца, ровно 4 месяца. Я не устала доварить. Я не дышала полностью. Да, да, я знаю, как Настя мучилась. Поэтому, ну, надо идти. Обязательно надо идти. И вот у нас сейчас уже, хотела сказать, термин. Запись уже вот через 10 минут. Так что всё, включимся. Заполняет анкету Настя уже. Анкета пациента. Всё, Настя заходит, боится. Давай, удачи, не бойся. Всё, ребята. Мы вышли уже. Быстро это всё было. Ну, минут 20. Да. Сходила и к Лору, значит. Проконсультировалась сначала. Рассказала свои симптомы, которые были 4 месяца подряд. Вот эти, что, как я и говорю, что не дышала полностью. Сейчас этот месяц, говорю, последний. Вот, слава богу, вроде бы уже нет такого. Просто когда тёплое помещение захожу, тогда да, нос перестаёт дышать. Или когда на улицу выхожу, то появляются водянистые сопли, как я уточнила. Потом она сделала мне сразу же у неё там в кабинете эндоскопию. И как раз-таки мы проверили горло. Она проверила мне уши и нос. Всё чисто. Я в шоке. Я, конечно, рада. Что-то тут, слава богу, ничего не было. Там в диагнозе написано подождение на аллергический ринит и ещё что-то. Мы с ней проконсультировались. Она сказала, что, скорее всего, за сигареты. Она так поняла уже. И говорит, вы меняли табак, сигареты? Я рассказала, что в Германии, да. И она говорит, скорее всего, я склоняюсь, что аллергия на сигареты. Потому что сейчас, она говорит, много кто обращается, сигареты девочки там с Германии и с Украины приходили. Тоже и в Украине, и в Германии. И говорит, вроде бы на сигареты, может быть. Ну, те, которые вернулись навсегда в Украину. Да, те, которые навсегда вернулись в Украину, тоже с этими проблемами. Я, конечно, в шоке была, но столько показал тут. Анализ сочи был. Всё, она показала мне. Называем вещи своими именами. Да, мы свои, да. Да, был анализ соплей. Пройдёт результат на электронную почту. Выписала спрей, выписала ещё каких-то два препарата. Таблетки, да, там выписала, да. А нас-то не хочет. Да, блин, ну дура. Ну как, я, типа, понимаю, это здоровье. Но, с другой стороны, я всё-таки и так догадывалась уже в последнее время, что это аллергическое что-то. И, скорее всего, я тоже склоняюсь, что это может быть та же вода, та же кола. Ну, кока-кола, те же сигареты. Потому что с кожей проблемы начались резко тоже после этого. Да, резко, резко, да. И она тоже говорит, конечно. Я уточнила, ещё такой момент, говорю, может. Она спросила, говорит, есть дома, ну, дома в Астан-Германии плесень, может быть. Говорю, нет. Слава Богу, говорю, знакомых, знаю, слышала такое, но в нашем доме нет, в нашей квартире нет. Что, что нет? Ну, плесень. А, плесень у нас нет. Тут, по-моему, слава Богу, не было. Рассказала, что ещё пользовалась, ну, я лично сказала, что пользовалась препаратом, который мама мне передавала, когда вначале я заболела и думала, что просто это такой риф-вирусняк. Я же лечилась самостоятельно. Ты сейчас и в нос говоришь. Я в нос говорю, да, я говорю, ну, она слышала. Слышно по голосу. Но чисто, Аня, сама суть, всё чисто, я не знаю. Ну, слава Богу, что всё чисто. Я всё посмотрела, да. Она сделала очень много. Ну и так далее. Да, всё чисто. Ту-ту-ту, слава Богу, я всё посмотрела. Она фотографировала, ну, сохраняла эти файлы. И я смотрела на экране, всё было чисто. Просто здесь водянистый сок. Сейчас проходим в салфологическую поликлинику, которая, которой я боялась в детстве делать зубы. И Насте тут когда-то сделали то же, что у неё аллергия пошла. Я вышла, как будто пчела меня вкусила, я помню. Ты что, не сказала, что у тебя есть аллергия на что-то? А? Ну, почему у тебя была аллергия здесь? А, здесь? Я уточнила, что мне делали здесь эти, скажи, Господи. Перед тем, как я зуб делала, ну, вкололи этот препарат, чтобы ничего не чувствовать. Анестезия. Анестезия, да, сделали мне. Значит, у тебя на что-то есть аллергия? Значит, была аллергия всё-таки, да. Просто до этого, не знаю, сюда доводить. Ровно было сдавать, я сдавала кровь на этот. Да. Прежде чем говорить нет, лучше узнайте, есть ли у вас аллергия на что-то, да. Да, ну ты что, конечно. Потому что такие моменты. Да. Сейчас мы вот идём в бульвар Юрьева, на Театр Киев наш любимый. Там дворец спорта, палат спорта. И пойдём сейчас сходим в знаменитую харьковскую. Так, я не договорила, в знаменитую харьковскую пиццерию, в буфет называется. Да. Там очень вкусная пицца, курица, ананас. Харьковские знают по-любому. Настя там обожает. Это не только Харьковская. А крошечку. Да, кстати, даже вот когда, допустим, там приезжают наши знакомые из Киева, из Днепропетровска, они сразу говорят, мы идём в буфет. И всё. Ну там как вам сказать, она недорогая, эта пицца. Первый плюс. И она реально вкусная. Второй плюс. Она вредненькая, там майонеза много, но она реально вкусная, прям очень вкусная. У меня знакомая, она переехала с Харькова в Полтаву, она медик. И она там просто училась, ещё переехала пять лет назад. И она, когда её мама едет с Харькова к ней в Полтаву в гости, она просит всегда маму привезти эту пиццу. Да, серьёзно. Она мне скидывала фотку. Ну реально, правда вкусная. Вкусная, да. Мои родители, когда были в Харькове, пробовали вот с папой, ему очень понравилось. Да, вы пробовали? Конечно. И мама пробовала? Я не помню, он помню, что он не помнит. И этот, там ещё есть гротен с говядиной. Когда я ела говядину, я всегда брала. Ты тоже ела? Я ела, только другую. Нет, только было с курицей. Раньше был с курицей. А, ну короче, на разных точках по-разному. Так что, бургеры там есть. Кстати, бургеры я никогда не брала, ты брала. А что, вкусный? Один был когда-то, да, вкусный. Тоже давно был. Макдональдс в Харькове не работает. В Киеве работает, в Одессе работает, в Днепре работает. Ну как работает. Харьков, Запорожье не работает в Макдональдс. Они то работают, но когда постоянно вот эта сирена, они закрываются. А, ну да, когда сирена, они закрываются. Ну и так во многих вообще, там, кафешках, ресторанах, сирена. Всё. Закрывают. Так что, ребята, вот такие дела. Когда мы придём, бургеры покажем вам анализы. А, ну да. Ну что там придёт? Я думаю, что придёт. И увидим. Ну она сказала, кстати говоря, я не договорила, что вот она, ну да, препараты мне назначила, какие-то пить. Лекарства, точнее. И сказала, если не будет за неделю изменений, хотя их дольше, да, нужно пропить, она сказала, хотя бы неделю надо пропить, потом придёте ко мне, потому что я сказала, тогда что придёте ко мне и увидим. Ну, я сейчас увижу, может, я не знаю. Так купим, конечно, Настя, но со здоровьем, ну сказали, значит, надо покупать. Ну, это, кому, кстати, интересно, консультация лора плюс обширная эндоскопия 600 гривен. 600 гривен – это 15 евро. Опять-таки, почему перевожу вам, потому что многие писали в комментариях, что было бы интересно сравнение цен там на продукты, на ещё какие-то моменты. Поэтому вот, 15 евро плюс 220 гривен анализ соплей. Ну, я говорю только, как есть, потому что это оно и есть. Это реальность. И, в общем-то, 220 гривен – это 5 евро 50 центов. Я считаю, что это нормально. Конечно, может быть, для тех, кто на минимальной зарплате здесь, в Украине, то это, ну, как бы, такое себе, но нет никакой очереди. Ты пришёл моментально, всё чистенько, бахилы, водичка, всё аккуратненько. Приветливый был, был я врач? Да, очень хорошее, вообще, пообщались, приятно было. Очень приветливо. Анкетку заполнила, и всё, ну, всё отлично. Классно, было быстренько, да, без всякого. Вот посмотрела, по крайней мере, знаете, я хоть, мне не так обидно, да, я хоть посмотрела всё, и уши посмотрела. Ты всё видела на экране, да? Конечно, она говорит, и губки у вас хорошие даже. Покажите зубки. Ну, вот. Всё в порядке, только вот аллергия, скорее всего. Короче, будем бросать курить. Не знаю, как Аня, но я буду заниматься. Наконец-то, наконец-то. Так что всё, ребята, сейчас будем. Сейчас придём и покажем вам, что мы там закажем. Да. Так, принесли нам заказ, вернее, принесли нас и сама сходила. Так, вот, жучки не приносят, только там доходят. Накрошку с куркой без 450 грамм, состав куриное пиле, огурцы свежие, яйца, картошка, укроп, зелень, сметана, майонез, мальчица и лимонная кислота. Ну, так, в принципе, курица-нанас. Так, курица-нанас. Так, курица-нанас. А, тоже рассказала. Ну, это вот просто... Спасибо. Спасибо. Спасибо.